Я организатор. Организатор митинга? Да. Переживаю более за свой народ, за ситуацию, которая там сложилась. Кто на вас заявление написал? Это случается вечером, в 10 утра следующего дня суд. Инспектор на слове говорит, возвращайтесь. На вас составляют сейчас еще второй протокол. Злата, вам надо было уже организовать этот митинг? Я пришла в посольство и сказала консулу, чтобы он меня отправил домой. Хоть в багажник и самолет, потому что я хочу домой. Что вас побудило все-таки остаться? В кого вы так влюбились? Иван Миколаевич мне сказал, что ты тут больше поможешь, чем там. Может быть, это кому-то не понравилось просто? Вы в какой-то момент стали таким маленьким символом Украины в Казахстане. Если меня не будет, будет кто-то другой. Добрый день, с вами Дергачев Инсайт. Сегодня у нас замечательная гостья Златослава. Злата, здравствуйте. Здравствуйте. Мы находимся в доме на Боребаево 36. Большое спасибо дому, что он нас уже в который раз пускает за гостеприимство. Злата, хочу вас поздравить с победой Украины в Евровидении. Группа... Калуш. 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 Калуш – это город, насколько я знаю. Это город Ивано-Франковской области. И человек, которого зовут, по-моему, Пёси-сын. В одной из версий имени человека, который лидер этой группы. Не скажу вам честно, не знаю. Ладно, мы это обязательно напишем. Вот этот замечательный человек, он после выступления еще обратился с призывом спасти военных, которые находятся в Мариуполе, на Азовстале. Здорово, что Украина победила. Желаем ей победы во всем. Спасибо. Да, а расскажите, пожалуйста, вот вашу историю с вот недавнюю, да? То есть у вас 12 мая день рождения, поздравляем с прошедшим. Спасибо. А вот, и вы рисковали на самом деле либо провести его у нас в изоляторе временного содержания, либо выйти накануне, да? То есть, ну, выпустили вас, отпустили вас несколько раньше. Вообще, что это было, Злата? Точно вам не могу сказать, потому что я по сегодняшний день не понимаю, как так произошло, как так случилось. Ситуация была так, что, ну, вы сами знаете, что я с Украины, я переживаю более за свой народ, за ситуацию, которая там сложилась. И всяким, чем можно, чем могу помочь, я помогаю, да? Я занимаюсь там координаторством, волонтерством. Есть ситуация, какие-то концерты, что-то организовываем для того, чтобы собрать деньги, чтобы там, может закупить ту же самую там еду или какие-то там медикаменты отправить в Украину. И поддерживаю любое, все, что относится к Украине. И мне сбросили картинки в плане того, что будет утвержденный митинг по всех городах Украины 1 мая. Это была ночь, это было как раз на Пасху. Это было где-то около 11 часов. Я эти картинки перепостила, выложила у себя. А выложили в социальных сетях? Да, выложила у себя на страничке в Инстаграме. И утром просыпаюсь, и понимаю, что когда был первый митинг в Алма-Ате, мне говорили, что его утверждали очень долго. Там очень много дней, там они утверждали, им выделили в парке место. И я понимаю, что это не факт, что митинг утвержден. Я начинаю звонить, спрашивать, кто мне может помочь, к кому обратиться. И где-то после обеда мне Алма-Ате отзванивают, говорят, митинг не утвержден. Ну, типа, это неправдивая информация. Я удаляю эти сторис, хотя они у меня в закрытом аккаунте были. Ну, я их все равно удаляю. И написала, попросила подружку, чтобы она, так как она маркетолог, дизайнер, чтобы она мне составила картинку, что митинга не будет, не приходите. Ну, как бы митинг не согласован. И выкладываю эту картинку. Ну, и получается так, что приезжают с иммиграционной службы, забирают меня в милицию туда, в РУВД. И составляют на меня протокол, что я иду как распространитель организации митингов. Распространитель чего? Информации. Ложной информации. То есть как было сформулировано? Там не было ложной. Там было сформулировано просто как распространитель информации о проведении митингов. А, ну, для того, чтобы они вот к вам приехали, для того, чтобы вас пригласили в полицию, это же должно было поступить какое-то заявление? То есть вы об этом что-то знаете? Кто на вас заявление написал? Я не знаю, кто написал, но я вот видела протокол, который составлен. Это же случилось 28 числа, и у них написано, что в проведении мониторинга соцсетей было выявлено, и написано это 28, и прикреплена моя фотография в плане именно сторис, где написано вчера, там 23, что-то там такое. Эти картинки я выкладывала 25-го, то бишь 27-го они никак не могли быть, ни при каких мониторингах. Я понимаю, что это кто-то с моих друзей в соцсетях, я это понимаю. Я понимаю, что время прошло, потому что это не один день. Вы сами знаете, что сторис уходит за сутки. Ну и плюс я его удалила. Каким вариантом составлялось дело и протокол, я не могу понять, я не знаю. Но оно составилось. То есть кто-то все-таки, либо это инициатива иммиграционной службы, либо это кто-то написал и их, скажем так, возбудил на вас. Там не было, что это кто-то заявитель, что это кто-то, ну там… Это вот на основе мониторинга. Да. А на основе мониторинга это расходится по датам с тем, что вы делали. Очень интересно. Хорошо, что произошло потом? На следующий день в 10 часов утра мне назначили суд. Это случается вечером, в 10 утра следующего дня суд. Суд оффлайн или онлайн? Потому что у нас в последнее время суды же проходят онлайн. Онлайн. Стоит телефон и суд просто… Я нахожусь в милиции и возле меня стоит там участковый или там инспектор. А судья при этом не здесь? Прокурор, судья. Очень интересно. Судья, прокурор. То есть вы даже не могли говорить у себя из дома, это вам надо было прийти. И полицейский наблюдал за тем, как вы разговариваете по видеосвязи с судьей. Угу. Так, хорошо. А ситуация была в том, что 28-го, когда они написали именно назначение на суд на 10 утра, он у меня забрал паспорт. Так. Ну, чтобы я не знаю, чтобы я не скрылась или куда-то не уехала. Ну, я не знаю, зачем, но думаю, что для этого. Мне дали такую бумажку на 10 утра. Я вышла оттуда. Я что делать? Начинаю искать адвоката, потому что я не понимаю, почему так происходит. Нахожу знакомого, который видит, что это бумажка, и у меня нету паспорта. Начинает куда-то звонить, пробует там найти мой паспорт, чтобы мне отдали. Паспорт мне не отдают. Говорят, завтра утром придете и отдадут вам паспорт. Мы приходим, ну и адвокат говорит, мы еще не зашли туда вовнутрь. И адвокат говорит, отдайте ей паспорт. Ну, типа, гражданинка 12 часов находится в стране без паспорта, нету документа никакого. На что инспектор паспорт не отдает. Вот, выходит там за рамки, там есть видео было, когда он меня толкал, чтобы я зашла на суд. Я не знаю, минут 10-15 мы спорили. Это был такой не очень красивый разговор, потому что там и крики были, и все на свете. Ну, я, наверное, эмоционально больше реагировала. Мы все-таки зашли, приехал консул был, был адвокат, и у нас начался суд. Суд, который мы выиграли, потому что они не имели права меня судить там по седьмой статье. Да. Ну и плюс, потому что я еще ничего не делала. Судья признала, что я невиновна, все дело закрыто. Мы уже выходим, разворачиваемся, выходим, начинаем спускаться по ступеньках, и инспектор нас ловит и говорит, возвращайтесь, идете по второму, по девятой статье. На вас составляют сейчас еще раз второй протокол. Мы вернулись, на нас составили протокол, опять, ну, опять суд. А теперь протокол, что было в этом? Что я организатор. Организатор митинга? Да. Сначала было, что я распространяла информацию, а потом сразу, что я организатор. С учетом того, что я показывала службам, кто мне выслал эту картинку, во сколько, в какое время, что они зашли, что это время переложили, ну, как бы, это все есть в телефоне, можно оно как бы зафиксировать, оно зафиксировано, можно посмотреть. Но никто на это не обращал внимания. А судья был тот же или другой судья был уже по второму? По второму, не другая. Другая, да? Это происходит все одномоментно или вам следующий вызов? На следующий день. На следующий день. Так, хорошо. Вы приходите, при этом вы продолжаете жить по бумажке вместо паспорта. Нет, второй раз мне отдали паспорт. А, вам уже, вам вот после того, как протокол второй на вас оформили, вам вернули паспорт. Хорошо. Вы приходите, получается, уже 29 числа, да? Это уже 30. А, уже 30 числа вы приходите на... На утро. Второе судебное заседание. Также у вас рядом полицейский, также видеосвязь, и вы общаетесь с другой судьей, да? Да, и консул. И консул еще присутствует. И ваш адвокат? На тот момент уже адвоката не было. Уже адвокат. Хорошо. Так, что вам начинают здесь инкриминировать? Организатора. Я ту же самую историю рассказываю, показываю, что так и так можно посмотреть, что, ну, как бы это мне было... То, что я написала там, что митинг не... Ну, типа, не приходите, потому что митинг не утвержден, это не рассматриваю. Хотя оно было в деле, оно было прикреплено, но на это никто не обращал внимания. И еще при первом, тоже такой веселый случай был, при первом протоколе мне участковый, который... Инспектор, который, так получается, участковый, где я живу, написал характеристику, что я неоднократно призвалась в милицию. Там такая характеристика была. Я никогда в жизни не была в милиции, никогда, но меня никто никуда не призывал. Но человек такое написал. Когда адвокат начал смотреть дело... Вы неоднократно привлекались в полицию из-за чего? Там не было написано. А, просто неоднократно привлекалась? Да. Может быть, вы там ходите, хотели с праздником поздравляли полицейских? Я это не делала. Понятно. Хорошо. И когда он нашел... Ну, как бы адвокат это увидел, говорит, откуда эта характеристика, покажите хотя бы раз, чтобы ее вызывали. У нас потом был перерыв на полчаса, ну, как бы обеденный такой перерыв. Мы возвращаемся, а в деле уже замена, уже характеристика, что хорошо себя, ну, типа, там показывает, живет 6 лет, но заменили буквально за 30 минут. То есть вас уже, этот участковый, уже вас обелил, уже вы стали хорошая, да? То есть то вы до этого ходили непонятно зачем в полицию, а тут вы уже хорошая и никуда не ходили, от вас только добро. Так, хорошо. Потом у нас получается, смотрите, 30 апреля, это у нас воскресенье. У них, как оказалось, это не выходной день, это тоже рабочий. Мы пришли, все, суд начинается, мы начинаем рассказывать, и протокол начинает, так вы же выложили это, я говорю, да, я выложила это, ну, типа, я узнала. Ну, вот для меня было чувство, что меня просто не слушают, не слушают и не слышат. То есть все, 10-15 минут и приговоров того, что на 10 суток меня закрывают. На основании чего? Что я выложила это, значит, 9-й, 9-й. Судья, которая провисела в сторис несколько часов, была удалена. Вот. Что вы являетесь организатором митинга, и за это 10 суток вам дают? Что я виновна по статье 9-й. Что такое статья 9-й? Это несет, что я организатор митинга. Злата, вам надо было уже организовать этот митинг, чтобы хотя бы не зря, собственно говоря, эти сутки отбывать. Понимаете, я еще понимаю, ну, как бы, я тоже могу ошибаться, но это мое, конечно, мнение. Они, ну, как бы, очень сильно и очень быстро это делали. Так. И если мы считаем, что это было 28-е, 29-е, 30-е, и меня закрыли 30-го, митинг должен был первого быть. Да. Если бы они сделали это чуть-чуть позже, а митинга-то не было, так как мы знаем, что 1 мая митинга не было, то они не могли бы ничем не... То есть они торопились для того, чтобы успеть до, собственно, объявленной даты. Хорошо, вот расскажите подробнее, что происходит потом. То есть вот постановление о том, что вы, вам назначается что? Вам назначается 10 суток ареста? Назначается 10 суток ареста и потом с выдворением страны. Я задаю вопрос... С выдворением из страны. При этом вы находитесь в стране более 6 лет. Более 6 лет. Да, с правом на работу. Да. Да. Я задаю судье вопрос в плане того, что, говорю, вы понимаете, что, ну, типа, у меня тут есть работа, у меня есть друзья, у меня тут есть вещи, но я не могу это сделать, ну, вот, сиюминутно. Ну, то, что консул уточнил, что мы можем подать ходательство на наше дело, но она говорит, что 10 дней я нахожусь как бы в изолировании, да, ну, меня там посадят, а 10 дней у меня есть время для того, чтобы собрать вещи. Но постановление выдается чуть-чуть позже, не сразу, вот, когда мы поговорили, оно вышло, оно, типа, там, через полчаса, а в постановлении уже написано, что я 10 суток должна отсидеть и сразу же покинуть страну. Мне не дают, мне не дают этих 10 дней, чтобы собрать вещи. То есть судья сказала устно одно, а в постановлении написали по-другому, да? Понятно. Хорошо, тогда вот как это вообще происходит чисто практически? Вот судья вам назначила постановление, что дальше происходит? Дальше участковый или инспектор, ну, потому что инспектор, так получилось, что инспектор и участковый, там, где я живу, это одно и то же, один и тот же человек. Он забирает меня прямо сюда, онлайн сюда, везет домой, 15-20 минут он находится в квартире, ну, типа, с моим паспортом, никто мне ничего не отдает. Дают мне 15-20 минут, чтобы собрать вещи, и везут меня в изолятор, там, часового отремания, не знаю, как на русском будет, в СИЗО. В СИЗО? Изолятор временного содержания, да? Ну, он, да, но он как-то по-другому называется. По-другому, да? Ну, хорошо, мы уточним. Так, а где находится это СИЗО? Это за городом, за Астаной, ну, как бы это по ориентировке, мы там на правом берегу чуть-чуть, это за город заехали, где-то на... Вы вот вообще в своей жизни встречались с милицией, с полицией до этого? Вам приходилось, там, я не знаю, в юности, там, вас на танцах задерживали, еще что-то такое было? Не было. Не было? Хорошо, то есть для вас такая совершенно новая, новый опыт, видимо, очень интересный, разнообразный. Вот вас привозят в СИЗО, что происходит? То есть там открываются двери, вы заходите, как вот, что вы чувствуете? Я вам скажу, то, что мы видим в кино, вот 80% это так и происходит, может, даже 90%. Мы заходим, вас принимают, там, описывают по ваших документах, вы заходите в комнатку, они забирают у вас шнурки. Мне дождали время собрать вещи, я забрала, там, какие-то кофты, какое-то постельное, забираются все шнурки полностью, там, с кофт, с штанов, с кроссовок, описывается все, что есть в рюкзаке, они там, в таких, ну, как бы, ячейках держат. Вот, описывается все ценное, вы подписываете, дальше вы заходите, идут, как это называется, на русском, Грата на украинском, а на русском решетки, да. Открываются решетки, вы заходите, там идут комнаты, еще одни решетки, вас подводят к вашей комнате, открывают, вы туда заходите, там две кровати, ну, я понимаю, что они есть разные, у меня в камере было две кровати, умывальник и туалет, и тумбочек, ну, и окно. Читают, ну, типа, что, распорядок, ну, типа, там, в 7.30 подъем, уборка комнаты, в 8 завтрак, в 8.30 обход, ну, начальник обходит, ну, спрашивает, все ли хорошо, такой распорядочек. И говорят, что душ принимается во вторник и в пятницу, два раза в неделю. А кто-то вы там в этой камере находился уже, или вы одна была? Не одна, и я спрашивала, ну, когда меня заселяли, то, что иностранцев заселяют всегда по одному. По одному, понятно. Хорошо, вот вы оказались, это происходит по времени, когда, это сколько, это день, это уже вечер, это вот, когда вас привезли? Ну, смотрите, меня привезли, ну, суд был, ну, я где-то до 12, до часа, меня привезли где-то туда, ну, пока мы переехали и собрали вещи, пока туда доехали, это было 2 часа. Мне сказали, что посылки можно принести в будние дни с 12 до 5, выходные дни не принесут, так как это 1 мая тоже не принесут, ну, потому что это... Да, праздничные дни. Хорошо, и получается, вы что делаете дальше? Дальше я пошла в их библиотеку. Вот так? А там сразу можно идти в библиотеку? Нет, они сначала, ну, там же порядок идет, завтрак, обед и ужин, и у них гулять можно до ужина, ну, на протяжении... А, скажите, пожалуйста, телефон у вас... Забрали. Забрали, то есть вы без телефона, без внешней связи, да? А в камере есть радио или телевизор? Нет. Окно. Только окно. Окно. Окно куда выходит? Во внутренний двор или на волю? Я думаю, что если окна есть на волю, их не видно. Да, понятно. Вы, видите, вы уже опытный человек. Вы все уже понимаете, все знаете. Хорошо, а вот как вообще вот чисто бытовые условия? То есть это что? Это как, ну, я не знаю, как общежитие или хуже, или лучше? Как вам вообще эта комната? Ну, я попросила, когда зашла, я попросила, что можно мне поменять? Мне сказали, что это одна из лучших комнат. Вот. Я вам так скажу, что ко мне так хорошо относились, что я ничего плохого не могу сказать про данное заведение. Ну, кроме того, что душ два раза в неделю, но про их именно как бы... Правила такие. Да, правила. Но, наверное, как общежитие. Да, если вспомнить там, когда я училась в 2002-м, ну, типа до того, как родители делают ремонт, то, наверное, да, так, как общежитие. А почему к вам хорошо относились и в чем это проявлялось? Проявлялось в том, что, ну, вот, например, мои вещи, они в рюкзаке были, да, когда я иду там шламыться, мне это без проблем доставали, отдавали, потом забирали. Не было никакой грубости, не было, ну, там... Там же, как есть там комната, если тебе что-то надо, там, воды горячей или что-то. Ты стучишь, и тебя открывают... Я понимала, что это длинный коридор, там очень много этих комнат, камер. И там постоянно кто-то стучит, и... Ну, типа, не было ни агрессии, никакой... Ну, как бы, вот здесь было тепло, ну, скажем так, я считаю, что... Я не знаю, как ко мне именно, или ко всем, наверное, ко всем. В библиотеку вы пошли, там можно как-то попросить, чтобы тебя отвели в библиотеку, да? Можно попросить погулять один раз в день, дают час. У них такие шесть комнат бетонированных, без крыши, там тоже решетки. Бетонированная комната, ну, не знаю, ну, такая, наверное, как здесь, сколько? Восемь на восемь, да? Нет, здесь, да? Потом такая же бетонированная скамейка, и люди гуляют час. Ну, там кто-то хочет читать книжку, кто-то ходит по квадрату. И таких шесть комнат. Это можно раз в день попросить до ужина, чтобы погулять, ну, выпустили погулять, и войти в библиотеку. А в библиотеке что, книги, газеты есть или что? Книги. Только книги. Есть книги. Какую книжку вы там взяли почитать? Я скажу вам, что я нашла книжку, потому что то, что там мне очень сильно хочется, но я так и сделаю, я привезу им там штук двадцать книг, чтобы они были не такие агрессивно-депрессивные. Туда дадите, да. Да, потому что там было «Белогвардейцы», «Красная армия», «Революция». Ну, там такая вся литература шестьдесятых-семидесятых годов. И то, что я нашла для себя, я нашла Цветаеву, но после того, как я Цветаеву почитала, я тоже хотела поменять на другую книжку. Ну, то, что я там, пока мне не принесли мои друзья, то я читала Том Сойера и «Алиса в стране чудес». Здорово, здорово. То есть Том Сойера и «Алиса в стране чудес» есть в тюремной библиотеке. А вот у вас бы получился такой информационный детокс, да? То есть у вас не было… То есть сколько дней у вас не было связи, то есть интернета, телефона? Вот это все время, да? То есть сколько? Шесть дней? Смотрите, у меня через два дня, получается, через два дня пришел консул. Так. И мне дали на одну минутку телефон. Это то, что я могла позвонить и попросить, что мне нужно, чтобы мне принесли, ну, то, что я не взяла. И один раз, наверное, тоже через день, наверное, на минутку, когда адвокат приехал, я показывала номер телефона, кто мне сбрасывал эти картинки. А так телефона не было шесть дней. Вы маме сообщали о том, что вас задержали? Нет, нет, да? В Украину маме вы не звонили? Мама ничего не знала, что у вас происходит. Мама ничего не знала, и я еще больше позвонила, потому что одной и второй сестре сказала, что такая ситуация. Говорю, ну, звоните каждый день, как-то говорите, что у меня там поломался телефон, что вы со мной имели контакт. Да, но они сказали, что я пошла в горы. Пошла в горы. А вообще у вас как принято? Вы с мамой как часто созваниваетесь? Каждый день. Ежедневно? Угу. Ну, бывает иногда, что там через день, но так вообще каждый день. А тут получилось? Да, тут получилось, как получилось. Угу. А у вас вот было время, скажем так, спокойно подумать, как вы... То есть здесь два вопроса. То есть первое, вы понимаете, кто и почему организовал вот эту ситуацию для вас? И второе, вы пожалели о своей активности или нет? Ну, смотрите, кто это сделал и почему, я не могу знать. Я не знаю, честно. Я шесть дней была подумать. Может это истечение какого-то там случая, может это... Ну, я не совсем в это верю, но это мое субъективное мнение. Так что кто и почему, не знаю. Но спасибо тому, кто помог. Спасибо людям, те, которые... Потому что это же было уже в СМИ потом напечатано. Спасибо этому суди, который уже пересматривал апелляцию. Это до апелляции мы дойдем. А вот пожалели вы о вашей деятельности, активности? Смотрите, я не могу сказать, что я пожалела в плане того, что я не делала активность в сторону митингов. У меня не было такой цели. Ну, как бы, я делаю с своей стороны в плане того, чтобы помочь своей Украине, ну, как бы своему народу, своей державе, да. И чтобы это было целенаправленно в митинг, то такого не было сделано. То, что я сглупила и переслала картинку, которую нельзя было делать, ну, можно было убедиться, можно было подождать до утра. Вот такой вариант. Я тоже себя частично обвиню. Но, скажем так, за то, что сделала я, меня покарали. Просто мне кажется, что покарали чуть-чуть не... Несоразмерно. Ну, да, то есть мало ли кто может дать информацию, несоответствующую действительность. Но вы же на ней не настаивали, вы же никого никуда не призывали. У вас... Вы связываете это с тем, что вы приезжали вот в Алмату, участвовали здесь в помощи, вы засветились здесь на нескольких ютуб-каналах, у вас брали интервью. Вы в какой-то момент стали таким маленьким символом Украины в Казахстане. Может быть, это кому-то не понравилось просто? Ну, если вы мое личное мнение спрашиваете, то если смотреть, например, до февраля месяца, мою жизнь, она была одинаковая. Я занималась ресторанами, занималась открытием, закрытием. Ну, как бы жизнь не менялась. И вот если мы берем февраль, когда закончился, я начала собирать гуманитарную помощь в Украину и отправлять. И после этого, ну, типа, после вот того, что в Доме 36 было, и после там инцидентов, я могу именно лично для себя только с этим это связать. Вот с этими... То есть с вашей активностью по помощи Украине, правильно? Вот. В том числе через фестиваль украинской культуры и кухни, который собирал здесь вот в Доме 36 средства. Да, потом с художниками, которые в помощь Украине продавали свои картины с деньги, отправляли. Понятно. Понятно. Вы профессиональный ресторатор, Злата, да? То есть вы находите, живете в Казахстане, в Астане уже 6 лет. 6 лет. Да? Вот расскажите вашу историю. Я так понимаю, что вы приехали сюда на месяц, на два, а потом как-то раз и вдруг Злата осталась в Казахстане. Как это случилось? В 2016 году, даже скажем так, в 2015-2016 я в Украине открыла очень хорошее заведение. Там был такой самогон-бар, потом кот-рест на Днепре. В каком городе? Это в Киеве. В Киеве? Да, в Киеве. И учредитель, тот, который у меня потом был с Астаны, он увидел это в Инстаграм, он увидел, ему понравился сам концепт. Через Фейсбук, через мою там подружку, которая дизайнер, мы связались, они попросили, чтобы я приехала, только посмотрела на ресторан и сказала, что можно с ним сделать. А вас пригласили в украинский ресторан в Астане для того, чтобы вы дали какую-то оценку. Как вообще, как у них что, да? Да, чтобы я посмотрела. Посмотрела. Я приехала на три дня, это был март месяц, конец марта. Я посмотрела три дня, и потом мы встретились с этим учредителем, он говорит, что, как? Я говорю, ну как, что-то можно делать, возьметесь? Я говорю, ну если возьму, то только на четыре месяца, просто сделаю вам ребрендинг, и потом уеду. И вот, это был 2016 год. Четыре месяца прошло, и уже шесть лет. Что вас все-таки побудило из Киева, вот, в морозной Астане с девятью месяцами мороза и снега? Я, как человек, который больше десяти лет в Астане прожил, прекрасно понимаю, о чем говорю. Что вас побудило все-таки остаться? В кого вы так влюбились? Ну, смотрите, первое, я же не думала, что я останусь. Это понятно, я про это и говорю. Я приехала как раз на летний период, я еще зимнего тогда не видела. Хорошо. Ну, я точно вам скажу, что это была Астана, это первое, ну это был как город, он новый. И есть возможность очень много открывать, делать что-то новое, ну даже конкуренции не так много, как в Киеве. Второе, это мои учредители на тот момент, потому что они мне сделали такую точку комфорта. И мне было очень хорошо. И я не знала еще про морозы. А так как, когда объект поднимается, открывается, то я работала там по 18, по 16 часов в сутки, где-то на протяжении, не знаю, 8 месяцев. Вы первый год морозов просто не заметили, вы работали. Да, я работала, но я заметила только в том плане, я помню, я вышла с подъезда, я выносила мусор, и меня вот так ветром прямо к мусорному баку. Но это было очень редко, только когда я выходила, садилась в такси, и когда я выходила вечером, а вечером в Астане чуть-чуть тише, ну как бы зимой. Я так не переживала, ну как бы не переживала. И когда вот эти, помните, были 56 градусов ночью, то я тогда просто была в Индии. Я тоже их не застала. Понятно. А друзья у вас появились? У меня очень много друзей. И как быстро у вас появились друзья в Астане и в Казахстане? Ну не хочу, конечно, сама себя хвалить и этот, но... Похвалите? Ничего. Так же, как и в Украине, так же и в Астане, даже в Алматы, я очень коммуникабельный человек, дружелюбный, у меня очень много друзей. Даже когда вот меня закрыли на вот этих шесть дней, у меня приходило по две-три посылки сразу пакетами. Они пока, они только на четвертый день догадались сделать группу, чтобы по очереди носить, но каждый день мне принесли по три вот таких здоровенных пакета. Хорошо, давайте вернемся к тому, что, да, тут поднялась, то есть Златослава стала очень известным человеком в момент вот как раз ареста, потому что возмущение поднялось большое. Правозащитники написали, написали практически все ютуберы общественной ориентации, да, то есть Facebook все написали о том, что происходит. И все, конечно, были возмущены, вот, потому что Казахстан никогда не поступал так, Казахстан никогда, скажем так, не был таким полицейским государством, во всяком случае по отношению к иностранцам. К своим гражданам, к сожалению, был, и мы это знаем по январю, но, скажем, всегда старались во внешнем мире держать лицо, да, и, конечно, это было просто буря возмущения по тому, что с вами произошло. Вот, а когда вы узнали о том, что ваше дело пересматривается, как вы это узнали? Я не знала об этом. Так. Я надеяться надеялась, но я об этом не знала, потому что вот когда на третий день, вот, знаешь, на третий день был консул, и потом, ну, как бы, вот этот телефон привели адвоката, я спрашиваю, я знаю, что у меня тот адвокат же был, ну, который мой знакомый. И мне консул говорит, там уже не один адвокат, не два, там уже три адвоката, я говорю, что делать? Он говорит, ну, давайте, ну, там, они сейчас должны найти там, как они будут защищать, и все. И после этого никого нет, никто не приходит. И в пятницу, я помню, я утром встала, и думаю, что если до сегодня, до вечера не будет никаких новостей, то надо думать, в какую страну мне ехать. Это была как раз у нас пятница, когда можно помыться. Я в душе была. Я тогда была в душе, и начинают стучать в дверь. Я говорю, не прошло, а там 15 минут дают. Я говорю, не прошло еще 15 минут. Они опять стучат, типа, собирайтесь домой. Я говорю, не прошло 15 минут, собирайтесь домой. Я выхожу, ну, с душа, как есть там, полотенце все, мокрое все течет, выхожу. Я говорю, если бы вы меня отправляли домой, то я бы быстро собралась. А он говорит, так я вас отправляю домой. Я говорю, домой, домой. Он такой, домой. И я на этих чувствах, начинаю его обнимать. Я вся мокрая, полотенце падает. И там стоит милиционер, не понимает, что происходит. Все, я, наверное, минут 15 собралась. Потому что у меня еще там остатки всякой еды. Я то, что, куда, кому отдать. Зашла, мне отдали мои вещи. Мы подождали начальника милиции, потому что он должен, начальника вот этого отделения. Он нам подписал бумажку. И все, я вышла. И потом вы узнали, что был пересмотр дела. Да, потом мне начальник милиции, он принес бумажку, говорит, вот постановление. А я еще читаю, ну, и, скажем так, эмоционально, наверное, не совсем на тот момент было стабильно. И я не могу понять. Я вот, я читаю, говорю, что это означает. Он говорит, это означает, что, ну, как бы у вас штраф. Я говорю, уж так, я могу выйти? Он говорит, да, вы выходите. Я такая, ну, я прочитала раза два, наверное, я не могла понять. Но он мне объяснил, и я понимала, что я выхожу. Что постановление, что был суд. Знаю точно, что, когда был суд, это что-то, кстати, мне говорили, что третий раз за 20 лет про то, что отвод был судьи. Там еще был отвод судьи, и потом этот, и потом был, ну, считайте, четвертый суд. И это была уже другая судья, которая отменила решение судей, которая вас осудила на 10 суток. И сделали замену на штраф. Я не знаю точно, это был судья или, ну, мужчина или женщина, не знаю. Да. Ну, был другой, да. Да, другой. И, получается, вы выходите, вам говорят, что вам нужно оплатить штраф. Какой штраф, кстати, сколько? Сначала сказали 50 тысяч. Ну, там было 46, если честно. Ну, там точно, то 45 956. Тенге. Тенге. Да. 11 числа прилетаю в Алматы, сюда на празднование день рождения. Я захотела с горы поехать, так что отключиться. И мне приходит СМС-ка. СМС-ка приходит в 9.50 на то, что у меня 11 числа в 9.30 суд. Чтобы сказать, что у меня сердце чуть не выпрыгнуло с груди, но это ничего не сказать. Я не поняла. Я понимаю, что эта СМС-ка позже пришла. Я понимаю, что суд раньше был. Но я понимаю, что я даже не в Астане. Даже если там позвонить, сказать, я опаздываю, я не могу, потому что, ну, тысячу километров. Я дозвоню юристу, тому, который защищал. Говорю, там у меня какой-то суд. Он говорит, все окей, мы позвонили, мы созвонились. Это пересмотр вашего штрафа, потому что они ошиблись. У меня не 50 тысяч, а 50 МРП. 50 МРП. Это сколько, получается, в тенге сейчас вам пересчитали? Это... Я точно не скажу, 161, но я уже прилечу сейчас туда, домой в Астану, тогда оплачу. А сколько дается? 10 дней на оплату штрафа или сколько? 10 дней после вынесено постановление. А я первый штраф, который вот я думала, что это там будет 46 тысяч, я оплатила еще постановление, не было. Я сразу его закрыла. Так что я сейчас прилечу, мне нужно там взять квитанцию, взять, ну, типа, куда перечислить. То есть, получается, что неправильно вам выписали, они сразу написали не 50 МРП, а написали в тенге просто сумму, вы ее оплатили, а теперь вам говорят, ой-ой-ой, оказывается, мы ошиблись, вы не 50, вы там 170 тысяч должны. Да? Понятно. Вы сейчас вернетесь и оплатите этот штраф. Остаток. Да. Злата, вот эти все события, все эти действия, то есть вы человек успешный, вы работаете с ресторанами, открыли еще здесь заведение в Астане, да, собственное, насколько я понял. Я на ковид закрыла. На ковид закрыли, но, тем не менее, у вас есть возможность работать, да, дальше. А вы ездите время от времени в другие страны для того, чтобы смотреть новости в вашей области, что делать, откуда что привезти, да, так, да. У вас после всех этих событий не возникло желание уехать из Казахстана на всякий случай? Ну, если не считать то, что я вам говорила, что я в пятницу задумалась, если не будет ответа, то нужно рассматривать уже, куда лететь. Ну, это если вас высылали бы. А так нет. И я думаю, что... Не боитесь вы, Злата? Ну, если не считать, вот, я не могу сказать, что не боюсь, потому что если вот вспомнить, когда пришла смс-ка, что сердце застучало, то периодами, наверное, боюсь. А так не боюсь. Ну, добровольно уезжать не будете? Не. Хорошо. Ну, а вот сейчас так или иначе, очевидно, что есть силы, есть люди, которые организовали против вас кампанию, да? Возможно, эти люди захотят какие-то действия свои продолжить против вас, да? Вот мы сейчас с вами сидим, разговариваем. Вот что бы вы хотели сказать людям, которые, скажем так, против вас это сделали? Первое, я бы сказала, наверное, что все-таки, если мы рассматриваем то, что это из-за гуманитарной помощи, из-за того, что там мы отправили там 260 тонн помощи, и кто-то хочет это прекратить, если меня не будет, будет кто-то другой. Просто, мне кажется, на личности переходить не стоит. Нет незаменимых людей. Не буду я передавать, будет кто-то другой передавать. Это не остановится. Но если, скажем так, если казахстанцы сами передают это, то вы сами понимаете, что украинцы, ну, они должны и не передают намного больше. Но если даже не будет украинцев, будет кто-то другой, а будет казах. Или там, не знаю, кто живет, и у кого будет возможность это сделать, то тот и будет передавать. Хорошо. То есть, на самом деле, вопрос не в вас лично. И, ну, вы, собственно, все сказали, да. Вы все сказали. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот вы родились и выросли где? На Западной Украине. На Западной Украине. А в каком городе? Косев. Косев. Да, это не Косов, который выгодил. Это Ивано-Франковская область. Это само сердце Карпата, оно внутри там находится. А сейчас ваши родные живут в Киеве? Нет, там же. Там же. Это вы жили в Киеве, да? Да, я жила в Киеве. А вот там, в Косеве, Косев, да, правильно? А у вас там мама сейчас и сестры? Мама и крестная. Сестры у меня одна сестра в Штатах и одна в Варшаве. Дети разъехались. Да, да. Мама и крестная, вы сказали, да, там? Ясно. Они сейчас на территории, которая под контролем Украины или под контролем оккупационных? Украины. Нет, Украины, да? Ясно. Какая у них ситуация, насколько они сейчас себя нормально чувствуют? Ну, как вам сказать, если считать то, что именно военные действия на этой территории не проходят, ну, как бы они сейчас там, их там нет. Ну, западная Украина, потому что, да. Как бы, да, то в этом плане это хорошо, но мне кажется, в Украине любой регион переживает войну, как бы, в плане того, что психологически очень тяжело, потому что если вот я каждый день звонила маме, то когда вот случилась вот эта ситуация, я звонила раз пять. Мне тяжело здесь, что я не могу там быть. Они не понимают, что происходит. Вот эти сирены, которые пугают, ну, потому что я по телефону говорю, я слышу, как они звучат, и то, что нет понимания, ну, вот оно же летит сверху, куда бежать, что делать, у нас там свой дом, у нас нету там каких-то убежищ, это не так, что, ну, там, в метро, ну, но их и не стреляют, как бы ничего не сбрасывают. Ну, психологически очень тяжело. Плюс у нас же какая ситуация, у нас же беженцы, они пошли все на западную Украину. И там пробуют там друг другу помогать, кто-то где-то кого-то селит. Живут там по восемь человек в доме или в квартире. Ну, как бы, и оно в душе тяжело. Ну, типа, и вот в голове, и в душе тяжело. 24 февраля вы где находились, и как вы узнали о начале войны? 24 февраля я была в Дубае. Я полетела с подружкой отдыхать. Мы прилетели 23-го. И 24-го наутро меня начинает будить. И говорит, Злата, война началась. Какая война началась? Война началась. Я не помню, честно, что я тогда чувствовала, что я тогда думала, но я знаю точно, что у нас... Хорошо, что у нас путевка была небольшая, там на 4 дня. Мы были там, мы отдыхали там, где был интернет. Потому что мы были все на телефоне. Мы все обзванивали своих друзей и родственников, чтобы услышать, что телефон работает, что, ну, услышать голос. Ну, понятно, что отпуска уже никакого не было. Ну, и не надо уже. Мне только бы вернуться. А вернуться в Украину я сразу не смогла. Я смогла вернуться сюда. Я пришла в посольство и сказала консулу, чтобы он меня отправил домой. Хоть в багажник из самолета, потому что я хочу домой. Но он... Спасибо за это ему большое. Иван Миколаевич мне сказал, что ты тут больше поможешь, чем там. Давай остановись, помогай, делай. Потому что ты тут более пригодишься. Когда вы вернетесь в Украину? Я вам скажу, что мне вчера написали мои друзья, которые там были в Германии, что они планируют на следующей неделе возвращаться в Украину. И я думаю, что где-то через месяц я поеду тоже. То есть через месяц вы поедете? Как бы то ни было. Я поеду хотя бы на недельку. Хотя бы вот, чтобы там узнать, увидеть, не знаю, там, понять, чем можно помогать. Ну, хотя бы вот, чтобы попасть там на неделю хотя бы домой. Увидеть родных. Злата, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что вы делаете. Спасибо за то, что вы вот такая. Какая есть. Вот. И я хочу сказать от казахстанцев, хочу сказать от людей, которые живут здесь, что, конечно, нам стыдно за то, что произошло с вами. И я надеюсь, что официальная оценка этому будет еще дана. И будет дана правильная официальная оценка этим событиям. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.